Тяжело комментировать матч Я вообще не хотел бросать Дальше будем посмотреть Когда выигрываешь, всегда приятно И победа будет стоять на первом месте Раз в году все лучшее, что есть в континентальной хоккейной лиге Собирают в одном месте и устраивают шоу К спорту матч-звезд отношения имеют лишь отдаленное Но все равно приглашение на данный движ Признание твоих заслуг и умений На этот раз хоккейные мастера и селебрити Переехали в Санкт-Петербург И зажигали в городе на Неве несколько дней Были на этом праздники жизни белорусы Наше представительство получилось масштабным Сразу 4 человека, чего ранее не случалось Белорусов должно быть больше Потому что у белорусского хоккея Есть будущее Я много раз говорил это в эфире Вот вспомните, ребята, несколько лет назад Гробовский закончил, Косицын закончили А что дальше? Пропасть что ли? Нет, вот классные ребята И несколько сезонов в КХЛ на этом высшем уровне И они сейчас превращаются в реальных звезд Не только Минского Динамо Но и в целом всей лиги Ясное хоккей приветствует своего зрителя Наша съемочная группа тоже добралась до Питера И прочувствовала на себе атмосферу большого праздника С нее и начнем сегодняшнюю программу Когда живешь и не просто веришь, а знаешь, что твоя мечта точно осуществится совсем скоро Ощущение, которое дано почувствовать далеко не каждому Но Елизавете удалось Поехать на матч звезд было моим счетом Потому что он проходил в Питере Питер это моя любовь Он мне родной по душе Попасть сюда, наверное, было после интервью, которое я посмотрела Которое было в прошлом году в Челябинске Я очень довольна тем, что я увидела И это большая арена Ну, конечно, Минская арена, она мне как-то более роднее Но здесь тоже очень круто И атмосфера нереальная И конкурсы очень интересные Девушка выиграла поездку на звездный уикенд на одном из матчей Минского Динамо И с того момента считала дни до заветного путешествия Ну, я на самом деле вообще сразу не поверила в то, что я выиграла Для меня это был шок Потому что я особо не участвовала в таких фольверсах А тут как бы и матч звезд, и Питер Я все-таки решила попробовать Это было тяжело Я достаточно много бросала, больше часа эти самолетики Вот, но я как-то решила, что нужно не сдаваться Идти до конца, и поэтому Не знаю, и все-таки Когда победила Я очень сильно обрадовалась Потому что это, я не знаю Это настолько невероятные эмоции Потому что кажется, что Да вроде бы только победила Кажется, что это все еще сон Но я довольна Елизавете повезло еще и в том, что матч звезд КХЛ-2023 проходил на абсолютно новой арене На лед которой до силы не вставал конек профессионального хоккеиста Ну, она просторная Здесь хорошие люди, невежливые Ну, здесь, в принципе, очень классно И атмосфера прям вообще завораживает Встретительство арены закончили аккуратно Перед стартом недели звезд Хоккея Она настолько новая, что в некоторых местах даже запах краски еще слышен Конечно, понравилась вся огромная арена Мне кажется, даже не до конца видел последние места То есть это довольно интересно Потому что реально огромная арена Как будто играем на какой-то футбольной арене Где залили каток Интересный опыт И я думаю, очень интересно будет играть потом в чемпионате Полностью заполнить абсолютно новую арену, да еще и такую громадную, задача непростая Однако организаторы сделали все, чтобы на трибунах не осталось свободных мест Перед выходом игроков на лед на сцене выступали рэпер СТ и The Hatteras А после них предматчевое шоу с 3D-мэппингом Темой которого стала архитектура Санкт-Петербурга Зимний дворец, Исаакиевские и Казанские соборы, Адмиралтейство и, конечно, разводные мосты Ну, там были очень классные звезды И вот этот балет, который был сегодня Он вот этот вот герцозный То есть это очень здорово И артисты, которые выступали, некоторые из них я знаю И, ну, они очень классные Особенно The Hatteras Они мои любимчики Вот, так что Это классно Будущий стадион Питерского ОСКА вмещает более 21 тысячи зрителей Теперь именно он стал самым вместителем КХЛ Отобрав это звание у Минской арены И в первой же игре СКА арена поставила рекорд Этот матч звезд Самый посещаемый в истории лиги В Питере второй матч звезд Ну, крутой, потому что арена В первую очередь, потому что арена Конкурсы, мини-турнир мы это уже проходили А то, что это совпало с открытием арены Вот именно такой крутейший Самый большой В Европе, как мы это поняли Рекорд поставили Не зря приехали, футболистов привлекли История напрашивалась Что вот рано или поздно они должны были принять участие Готовились Мы это видели на льду Шапка Аршавина Прическа мостового Зажгли Желтая карточка широкого Хорошо, что не красная Что мы отдаем должное Но главное, зачем и за кем приходят Смотреть это игроки Все лучшие из лучших главной хоккейной лиги континента Собраны на этом льду Гусев, Голдобин, Радулов, Ткачев Оказаться рядом с такими звездами Желал бы каждый болельщик У нас игроки тоже фоткаются С крутыми хоккеистами Допустим, вот Вова Михалев Который молодой парень из МХЛ Сфоткался с Никитой Гусием Я видел в раздевалке Поэтому это нормально Я бы тоже с Андреем Аршавиным Сейчас сфоткался, если увижу его Поэтому это круто Действительно Владимира Михалева понять можно В этом сезоне он выступает За сибирских ястребов в МХЛ Но благодаря удачной игре на Кубке Вызова В прошлые выходные Владимир теперь На СКА-арене, а не у крана телевизора В Питере, к слову, могли оказаться Еще и Даниил Липский, Иван Шертила И Даниил Милюсик Но и без них белорусский десант Один из самых представителей Четыре белоруса на матче звездка ХЛ Это повторение лучшего результата в истории Белорусов должно быть больше Потому что у белорусского хоккея Есть будущее Я много раз говорил это в эфире Вот вспомните, ребята, несколько лет назад Гробовский закончил, Косицын закончили А что дальше? Пропасть что ли? Нет, вот классные ребята И несколько сезонов в КХЛ на этом высшем уровне И они сейчас превращаются в реальных звезд Не только Минского Динамо Но и в целом всей лиги Наша талантливая молодежь заявляет о себе Не только в важных матчах Но и на звездном уикенде, где можно повеселиться Виталий Пинчук, например, может и корреспондентом поработать И влоги для клубной пресс-службы поснимать Ну это была такая более шуточная форма Потому что я знал, что Леха очень многословен А вот уже в нормальной рабочей обстановке Наверное, это будет тяжеловато Корреспондентом быть Я забываю все время микрофон к себе подносить И к человеку Я просто подношу к человеку и говорю сам Впрочем, Виталий покорил болельщиков В конкурсе на точность броска Стоило вечер перед матчем сказать в интервью О своем желании выбивать мишени И тут же оно исполнилось Алексей Колосов доказывал, что он самый надежный вартарь А вот Владимир Алистров стал лучшим в круге на скорость Все парни поддержали меня Пожелали удачи и так далее Голдобин с Порядином Помогли мне настроиться на льду Сказали пару напустленных слов Я думаю, мне это помогло И просто пробежал Старался как можно быстрее Получилось, что выиграл Очень приятно Игра на матче звезд Удовольствие своеобразное и скорее второстепенное Хоккеисты на льду позволяли себе много вольностей И хотели сотворить для зрителей чудеса К слову, вратарь дивизиона Чернышева Александр Самонов забил гол А такое точно не каждый день увидишь Да, очень классно было Я ожидал, что так и будет Что все будут кайфовать от хоккея Просто наслаждаться этими хоккейными праздниками И в общем так все и получилось Что все только Ни от одного игрока не слышал Что кому-то что-то не понравилось То есть все отдыхали Все наслаждались этими моментами И получилось неплохо нам переключиться Более-менее Так необычно сыграть где-то И конечно же мы отдыхали И соответственно играли в хоккей все одновременно И это довольно круто В итоге победу в мини-турнире на матче звезд Содержала сборная дивизиона Харламова В этом году белорусы остались без викторий Но самое главное на таком мини-турнире Не результат, а кайф от игры Пинчук, Колосов, Алистров и Лисовец Пакуют чемоданы и летят домой Уже сегодня на Минской арене Стартовал кэмп национальной сборной Беларуси Графику команды плотный Несколько тренировок на своей территории И снова в аэропорт В среду команда должна быть уже в Санкт-Петербурге Где примет участие в Кубке Первого канала Действующим победителем которого она является Везет сборную на турнир некогда ее капитан А ныне тренер Салавата Юлаева Константин Кольцов Накануне сбора Константин Евгеньевич Согласился ответить на наши вопросы Ноябрь 2021 года Словения Десять минут назад сборная Беларуси Обыграла Францию И стала победителем международного турнира Четырех наций Эмоциональная речь Благодарность Константина Кольцова Этакий апогей выступления Самое важное Была помощь партнерам Мы сегодня играли настоящую команду Бились, положились под шайбу Помогали друг другу Пройдет два года И Кольцов снова будет призван На пост главного В первую очередь Наверное надо сказать О том турнире Получил огромное удовольствие От работы с теми ребятами Которые были в сборной Потому что Самоотдача Желание победить было На высшем уровне А для меня в принципе Ну конечно это большая честь Всегда Когда ты приезжаешь в сборную Не важно в каком качестве То есть как игрок Как помощник тренера Тем более как главный тренер Поэтому большая честь Не сказал бы Наверное ответственность есть Но опять же Будем стараться показывать Хороший и красивый хоккей Но это приятно В любом случае В начале нулевых Кольцов играл в одном звене С Марио Лемье В Питтсбурге Две олимпиады Десять чемпионатов мира На льду он умел Если не все То очень-очень многое Кольцов игрок Самоотдача Трудолюбие А Кольцов тренер? Дисциплина Положительные эмоции Может быть Получение удовольствия От игры Окей Команда должна Получать удовольствие Возможность Снова поработать В сборной Он воспринял С присущим энтузиазмом Правда Несмотря на нагрузку В Салавате Кольцов находил Время и на подготовку Сборной Хотя как признается Сам Константин Работу существенно Облегчили его Ассистенты Здесь очень здорово Помогли помощники мои Вот Естественно Не просто было Но опять же Они Наверное На 80% Включились в работу Сразу же В принципе Довольно-таки Просто с ними Это было сделать Отслеживать всех Беларусов Кандидатов В сборную По ходу сезона Возможности Не было Опять же Ввиду занятости В Уфе Говорит Константин Статистику видишь Какие-то Эпизоды С игровыми моментами Но В большей степени Сконцентрирован На своей работе На своем клубе Поэтому Очень редко Получается То есть Ну ты видел Какие-то игры И Ребят Кто играет Там В КХЛ Немного Игр видел Минского Динамо Опять же Не так сильно Получается Следить Именно за нашими Ребятами Состав Который в прошлом году Победил на Кубке Первого канала Многие называют В какой-то степени Экспериментальным До Москвы Не доехали Многие сильные Исполнители В Питере Будет иначе Да в принципе Приехали все сильнейшие Кто мог У кого нет травм Конечно Хотелось бы видеть Еще несколько ребят Но опять же Сезон тяжелый У кого-то травмы Кому-то нужно Подлечиться Просто отдохнуть Поэтому Опять же Собрали все сильнейшие На сегодняшний момент Ребята становятся лидерами В своих клубах В КХЛ И Я думаю Что Для них Очень Важно Не останавливаться Прогрессировать Поэтому Это хорошо Что подрастает Такая молодежь Я думаю Что это не проблема Будущее Все равно За молодежью Завершая общение Спрашиваем Каким результатом На турнире Будете довольны Какой хотели бы Видеть игру Нашей команды Я думаю Я думаю Что игра Не простая Будет Против Казахстана И России Но Опять же У нас Я верю В тех ребят Которых мы собрали Они Могут Обыграть любого соперника И показать Хороший хоккей Поэтому Точно не будем Мальчиками для битя Мы должны Очень здорово Сыграть в атаке Ну и опять же Все-таки Когда выигрываешь Всегда приятно И Победа Все-таки Будет стоять На первом месте Брест в ноябре-декабре Был одним из главных Ньюсмейкеров экстралиги Приход Пушкова Переезд из Жлобина Гавруса Победы над юностью Которые сменились Двумя поражениями От Могилева В общем Полный набор Полярных эмоций Впрочем Факт остается фактом Зубры стали играть ярче Больше забрасывают И стараются играть В силовой хоккей А стабильность в результатах Это наживное Тем более Когда имеешь Неплохой ростер На неделе В городе над Бугом Гостил не чужой Пушкову Неман И эту встречу Мы не могли пропустить Холл Брестского Ледового дворца Резвые маскоты Развлекают публику На симпатичных щечках малышей Умелые руки Рисуют логотипы местного клуба Здесь же Автограф-сессия Всеволода Кашкара Этакая хоккейная идиллия Команды появляются на льду Наша камера следит За Сергеем Пушковым Тренер в Брест Перебрался в середине ноября Громкая новость Для экстралиги Учитывая авторитеты Регалии коуча Него Здорово Подержали Подержали Белые 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 Пять белых Кто есть белые Учитывая синюю форму клуба Известно только Тренерскому штабу Для рядового болельщика Белые на льду Это игроки Немана Для Гродно Пушков человек свой Три чемпионства и два кубка Салия С клубом Дорогого стоят Принципиальный соперник Спрашиваем Сергея Михайловича Готовились к очередному сопернику Никакого специального Не было такого настроя Что именно против Немана Сегодня играем Просто это очередной соперник На данный момент Много успел ли изменить Менее чем за месяц Не думаю Говорит коуч Игроки впрочем Так не считают У нас много поменялось Зона атаки поменялась Зона обороны поменялась Мы стараемся Больше всего вперед играть Он заставляет нигде не прокатываться Везде играть в силовую Активно Мне нравится Я доволен Выходи Пять Пять играем Пять Еще один не чужой для Гродно Хоккеист Перебрался в Брест За несколько дней До этого матча Естественно У Артура Гавруса Времени обжиться было немного Но приняли хорошо Много ребят я знаю С кем-то играл С кем-то пересекался на льду Тренерский штаб В принципе я ведь знаю И поэтому Как бы сложности вообще не возникает В этом плане После Того как я покинул Металлрук Я взял небольшую паузу Вот Потом мы созвонились С директором клуба Ну вот так вот возник вариант К середине стартового периода Команды обмениваются шайбами У Бреста отличается Сергей Малявка Еще один любимец Гродно Локтем в прыжке в лицо Я не знаю как вы вдвоем смотрите Ну вот сказали Вот смотрели Некоторые решения арбитров У Пушкова вызывают вопросы И на самом деле Игроки не церемонятся Друг с другом Тяжело комментировать матч Потому что Есть моменты Которые Нужно будет пересмотреть Чтобы принять правильное решение В меньшинстве тяжело Выиграть матч Хотя и большинства было Предостаточно Слабо сыграла бригада Большинства Ну По меньшинству там Меньше вопросов В неравных составах Команды сыграли 30 минут на двоих До рекорда грубости далеко Но все равно на льду жарковато Оно и неудивительно Понимали что Пора уже прервать Эту серию Которую у нас получилась Из четырех проигрышей Хотя мы там и набрали на очки Но И работая Готоваясь к этому матчу Понимали то чего нам не хватало В концовке В играх в Витебске В обоих матчах Вели в счете И потом выпускали То преимущество Которое В принципе у нас было Важное событие Имеет место на старте Второго периода Важное для Яна Дудком Брест выигрывает вбрасывание Братья Малявка Находят передачами защитника И тот исполняет Шикарный уан таймер 3-1 Я вообще не хотел бросать Я хотел уходить дальше Сглупь Но бросил Забил Я стараюсь Не обращать на это внимания И уже дальше работать Вот и Схема Сергея Михайловича Он пришел Это наши Еще с первой игры Он сразу нам поставил Это сбрасывание Я думаю Что он был доволен Что он Сунинг Сработало Работало и у Немана Кислому потребовалось Около минуты Чтобы снова сократить Разрыв до минимума Сергей Пушков После игры скажет Нам не хватает Наверное стабильности Стабильности не хватает Поэтому Идут Победы Чередуются с поражением И к этому нужно прийти Более стабильно Более надежно играть В моментах Когда команда выигрывает Стабильности не хватает Мне понравилось Что ребята стали С первой тренировки Слушать то Что от них Начал требовать новый тренер Но это не всегда Очень быстро идет Потому что появляется Много новой информации Которую нужно переварить И на это требуется время И требуется время Донести Неизвестно Доносил ли перед Третьим периодом Пушков команде Что нужно играть осторожнее Но получилось именно так Случилось это После четвертой Заброшенной шайбы Так Качан Сделал счет 4-2 Реализовав Двойное большинство Все на что Хватило Немана Так это Отыграть одну шайбу Хотя могли и сравнивать Я считаю Что командой Мы сыграли Сегодня здорово Все-таки Играли против Вице-чемпионов Хорошая команда Организованная Но мы Здорово Проделали работу Да где-то В третьем периоде Немножко прижали Скворотом Но выстояли И добыли Важные два очка После матча Сергей Пушков И Евгений Летов Уходя под трибунку Что-то обсуждают Друг с другом Завидев объективы камер Понижают децибелы И прячут эмоции 4-3 Очередная победа Пушкова Над топовой командой Экстралиги Ранее были две Виктории над юностью Неужели замахнуться На топ-6 Сто процентов Есть Мы должны Это делать Скорее Потому что у нас Состав Нам приезжают Люди с именем Ну реально И Гавру Сейчас приехал Паша Разводовский Тоже Но это мастер Реально Мы должны Мы обязаны Обставать Так далеко Забегать Я думаю Не стоит Все-таки Чемпионат Стал еще ровнее Чем был Каждый Может обыграть Каждого Как вы говорите Две игры В юности На выезде Выиграли А потом Могилеву Проиграли Дома Вот Поэтому я думаю Что Мы должны Просто быть Готовы К каждой игре И в каждую игру Настраиваться На победу И от игры К игре Идти А дальше Будем посмотреть В субботу Брест Разжился очками Снова Правда На этот раз Ограничился Лишь одним баллом Уступив Неману В серию Булитов Химик Обменялся Победами С Гомелем Аналогичная Ситуация Наблюдалась Во встречах Юности И Металурга Полная Картина Игровой Недели На вашем В турнирной таблице Не обошлось Без перемен Витебск Первый Шахтер На второй Позиции Тут все По-прежнему А вот В нижней части Рокировка Могилев Поднялся На одну Позицию Оставив Позади Лиду В ближайшую Неделю Расстановка Сил Никак Не изменится Ведь Чемпионат Уходит На паузу Сборных И возобновится Уже 18 Декабря Неделя Белорусов В НХЛ Получилась Прямо Скажем Ударной Защитник Илья Соловьев Наконец Вернулся В состав Калгари И в трех Матчах Успел Набрать Два Ассистентских Бала Эти очки Стали первыми Для Соловьева В НХЛ Причем В последние Встречи Против Нью-Джерси Илья Отдал Голевой Пас Еще Одному Белорусу Егору Шаранговичу Такой Эффективности Андрей Костицын Дважды Поразил Ворота В большинстве С передач Сергея Костицына Алексей Протас Также набрал Два балла За прошедшую Неделю Регулярного Чемпионата НХЛ Белорусский Нападающий Забросил Из-за Ворот А также Ответился Голевой Передачей В матче Против Далласа Динамо Шинник Не самым Удачным Образом Начал Дальневосточное Турне Дважды Уступив На старте Сегодня Белорусы Вновь Оказались Сильнее Нужно Отметить Что этот Выезд Осложнен Еще и Тем Что Команда Осталась Без главного Тренера Андрей Михалев Призван На помощь Национальной Команде Так что Ребята Бьются Не только За себя Но и За Андрея Александровича На предстоящей Неделе Команда Продолжит Путешествие По Дальнему Востоку 14 и 15 Декабря Динамошенник Проведет Два матча Против Сахалинских Акул После чего Наконец Вернется Домой Чтобы радовать Болельщиков Своей игрой Уже В Бобруйске Для Минского Динамо Завершение Самого Дальнего Выезда Сезона Также Оказалось Удачным Ведь После победы Над Адмиралом В прошлое Воскресенье 3-1 Команда Обыграла На выезде Сибирь 3-2 Подняв Настроение Болельщикам Перед Недельной Паузы В чемпионате Правда Невероятная Игра Получилась Потому что Удалился Клуб Привез Команде Гандикап 0-2 Проигрывать Начали По итогу Вышли на третий Период Поговорили с парнями Что надо Постараться За это первое Большинство Забить Один Получилось 16 секунд Забили Два И уже Потом Шли Наращивали Темп И Саня Волчок Красава Бросил Невероятный Мы вновь Постарались Прошедшей недели Но уже Готовим для вас Новые сюжеты Интервью Чтобы ровно Через 7 дней Порадовать вас Интересным Контентом Ясное хоккей Прощается с вами Ровно на 7 дней